Как психотерапевт я вам скажу, что очень много нашей умственной жвачки, наших бесконечных внутренних терзаний, переживаний, страданий, тревог, разочарований, обусловлено как раз тем, что наша дефолт-система, если она не занята решением каких-то задач с какими-то образами нужными делу, то есть, например, вы не работаете, просто лежите на диване, что там будет эта система делать? Она будет крутить образы других людей, конфликтные ситуации с ними, какие-то ожидания и так далее, разочарования, и это будет вас травмировать, вы будете чувствовать себя с пониженным настроением, и в свое время даже было проведено такое большое исследование, где показывали, что вот эти на больших выборках, что люди, которые оставлены сами с собой, предоставлены сами себе, и их дефолт-система начинает крутить их отношения с другими людьми, они чувствуют себя более несчастными, чем те, кто используют ресурсы дефолт-системы для построения жизненных планов, для решения конкретных жизненных задач, для какой-то профессионального деятельности, для какого-то собственного развития своих навыков и компетенций. Поэтому две вещи нужно понимать, почему это важно, что мышление. Что если вы хотите, чтобы у вашего ребенка было мышление, занимайтесь его социализацией, погружайте его в социальные среды, где будет много разных взаимодействий, и второе, помните, что если вы не загружаете свой мозг работой, интеллектуальными задачами, если вы его не натруживаете, он все равно работает. Эта штука никогда не останавливается. Она во сне даже работает. В рем-фазе сна, так называемый быстрый сон, она работает активней, мозг, чем когда вы бодрствуете, вы представляете? Она постоянно, этот шарабан, крутится там. И если вы этот шарабан не займете делами, не займете какой-то продуктивной интеллектуальной деятельностью, то вы будете крутить ваши трагические отношения, вашу несчастную судьбу, чувствовать себя растерянными, подавленными и какими-то несчастными. Вот.